Мне сейчас друг из Украины рассказал, что он очень боится, что больше никогда не полетит на самолете. У него мечта опять куда-нибудь полететь. И вы, россияне, забрали у него эту мечту. Это очень страшно, когда ты ничего не сделал плохого, ни у кого не забрал ни одного рубля, и у тебя вдруг забрали мечту. Он говорит, что я до войны успел два раза полетать. И причем не то, что полететь там куда-то, а вот он полетел очень красиво. Он полетел, по-моему, в Турцию, полетел в Европу. И теперь он еще мечтает полететь в Америку. Такие красивые мечты. Россияне, как вы думаете, вот те россияне, которые сейчас воюют в Крыму, у них была мечта какая-нибудь? Потому что я недавно смотрела... Вы знаете, у меня фамилии ваши, выскакивали за головы. Ну, короче, тот, который Гойда кричал. Гойда такой, как же он, артист. Он говорит, что у нас в России люди очень примитивно живут и рады. Вот у них есть Машка. Машка дает им. Машка, я понимаю, что это женщина, да, а не корова или свинья. И все. Ну, есть водка, есть... Какая, может быть, мечта у этих крестьян бывших, бывших крепостных? Какая? Машка дает, водка есть, а еще рыбалка, он сказал. Вот, Машка, водка и рыбалка. Какой-то Тициан, водопад Виктория, Ниагарский водопад. Ну, конечно, это не их мечта. И, конечно, это не их, так сказать, планка денежная. Они, до слова, самолет им как бы чуждо. Но если вот у вас санкции вас коснулись, и вам больше летать нельзя, так как бы, в принципе, ничего страшного. Потому что, как вот тут сказал Гойда, они на самолете не летали никогда. Вот их, когда скидывали в это, в Крым, я не думаю, что их на самолете. Их, наверное, на поезде везли. Поэтому, россияне, ваша беда в том, что вы не наказаны тем, что у вас забрали мечту. Потому что вас нельзя этим наказать. У вас мечты нет. Вы живете без мечты. Вы примитивные.